чё всем привет тут решил на камеру побриться ну и так может быть поговорить о том о всем дальше сразу скажу спасибо за ремень пришел очень офигенская вещь просто для сравнения толщину посмотрите то есть фирменный какой-то времени не помню что это за фирму стоит он примерно раза в два дороже чем вот этот ремень вот единственное что да в общем по качеству вообще идеальная штука не знаю на видео может быть этого не видно будет но буду комментировать могу в общем-то бархат шлифованная сторона рабочая в общем я на нем протестировал уже бритв q вообще зашибись в общем результатом очень доволен единственное но что могу сказать по ширине ремня 5 сантиметров поэтому для подвесного ремня ну это опять же мое мнение говорит вячеслав там это чисто мое мнение может кто-то с этим не согласится минут для подвесного ремня конечно лучше бы 6 да можно даже шесть половины вот была ширина так это вообще было бы просто бомба допустим стоит будет дороже там до двух тысяч примеру но блин вы целого такого нигде не найдете это просто действительно кожа динозавр ну да ладно в общем тем такая больше трех лет уже прошло как я пользуюсь опасной бритвы так называемым клинковой бритвой в общем как хотите называйте суть от этого не меняется вот и возвращаться даже не собираюсь в принципе все вообще просто процесс уже втянул настолько что другого уже не нужен да а других каких-то бритвов там других производителей я ничего сказать вам не могу одной простой причине что у них нет то есть у меня все бритвы которые купил у вячеслава они меня устраивают на все сто процентов вот поэтому да там какое-то желание может и возникал купить чисто для сравнения ну так посмотришь на цены нахер это нужно еще еще разочариваюсь в ней то будет она лежать там на полке блин за такие деньги да нахер надо да дамаск было бы конечно неплохо иметь в своем арсенале ну пока для меня это немного так скажем недоступная пока немножко вещь но зато есть к чему стремиться в брейсе у меня все моно стали даете вот бритвы блин они меня на 200 процентов устроит у меня мягкой принципе щетина и в принципе этого достаточно хочется это лучшего вот и смотришь очередные видео видишь там такие красавицы ну конечно слюна блин как ты чудо говорит врать не буду да кстати после ремешка вот это вообще просто вот идеально добрись я по росту основном мне там папка младенца не нужно когда там есть какая-то синева там что-то остается да и хрен с ним тем более брить вечером то есть даже если выбриться идеально к утру сразу что-то выступит уже вот поэтому как говорится да хочется хочется дамаску базара нет возможно все это впереди еще да я кстати не пользуюсь никакими пришелами там авто шеф у меня вот обычный такой вот лосьон огуречный и все и вообще как бы да такая мысль меня последнее время посещает кстати тут против рост сразу так удобнее что очень много блин столько вот непонятного и страшного вокруг бритья опаской так сказать ну для бывалых понятно что там все ясно а блин для новичков там они посмотрят блин там очередной видел какой-нибудь гуру блин ё-моё да там это за . там туда-сюда при парке распарки блин там блин ужас кромешный нахер имеет надо столько бабла там надо бритву купить камни купить там пришел авто шеву там блин да это гора денег можно мешок одноразового станков купить на эти деньги а как же брились наши деды там вообще каких-то правильно какими-то узкими оселками по стогой ремешок там армейских сидела все никаких японских камнях там вообще и не знали не слышали брились да там конечно делают обратные улыбки там они на особенно этих старых бритвов там мягких они появлялись но особо это никого не пугал мне кажется главный результат побриться чисто вот поэтому и в наших рядах то можете не прибывает из-за этого я вот знакомых спрашивал не спрашиваю а если говоришь кому-то да я паска там брить как опаска да это же какой-то геморрой затачиваю там заточки какие-то я там видел в интернете блин вот это же вообще чума да какая чума говорю бред вообще же просто да нет и что там это вообще-то кладовать там нам с этой бритвы на самом деле ты при желании можно на шкурке заточить на там паста блин и ничего против вас не имею в отличие там от заточников там профессионально ну это понятно это их хлеб поэтому чем больше напустить туману вокруг заточки тем больше они заработают что советую просто не обращать на это внимание я первую бритву когда вы числа купил да она тоже было не ах какая за . сейчас вячеслав там изгаляется там блин все для клиента а тогда он делал бритвы просто для бритья как он говорил в последнем видео там бритву просто побриться да сейчас уже шедевры вот поэтому рассказать надо как-то распускать туман вокруг всего этого процесса да никто не запрещает всем этим пользоваться там то шеи моими ради бога но можешь же и просто просто побриться значит зацепил какой-то прыщик ну вот купил когда я первую бритву не дешевые но не до масла не дешевые тоже побрился с трудом первый раз ну что-то не то ну тогда уже до купил потом ремешок там пасту туда-сюда начал в общем приобщаться к этому делу мы пошло все на потом там пару камушку каких-то взял синтетики недорогие но они работают на что еще нужно на камеру есть ничего не какие-нибудь по резике будут ну ладно но собственно и все готова ничего сложного там опасного нет холодника водичкой вот и сидела принципе можно сжать деколоном не пользоваться если это вы вечером делаете она принципе особо ни к чему такая бритвка сегодня у нас было на обзоре про самого главного не сказал это самодельным не ручка и самодельный надо как-то в одном видео там одного умелого заточника там он такой же фразу опрокинул про бритву вячеслава это какая-то самодельная ну ладно ладно черт бы с ним каждый продает то что ему нужно продать в общем тот кто сомневается в этих бритвах то что есть на сайтах там на сайте вячеслава на в принципе не сомневайтесь берите вещи хорошие будут служить вам долго и только радовать да почему как бы может быть посоветую сначала там какую-то дорогую не брать бритву мало ли у вас там как-то не залазить с этим делом не знаю взять да попроще там смона стали вот зато будет возможность не поэкспериментировать ее там погонять по затачивать там получится на ней именно процессу заточки ну вот пока не будет не жалко там где-то испортить там не знаю ну не то что испортить чтобы испортить надо вообще постараться на самом деле да вообще по моему на бритвы вячеслава заточники то вообще не очень любит геморрой с ними в плане заточки обычно это бритва там шваркнул на камушке пару раз она готова принципе все вот с вячеславом вот этим бритвами да по личному опыту скажу что надо приложить до какой-то труд к этому делу но зато результат если вы обычную бритву через месяц обратно отправить на заточку потому что у нас это кромка сразу как вы и не правьте на ремни она все равно за вами не завалится она вот округлиться вот такая вот и вам все равно придется ее ровнять эту кромку но опять же если вы сами не будете затачивать и отдавать за . вообще всем советую все-таки научиться свой инструмент затачивать самим все-таки и ничего такого страшного в этом деле нету это принципе тот же что нож на кухне принципе это такой же инструмент вы же нож умеете затачивать правильно ну то же самое бритва да немножко посложнее немножко другие инструменты нужно но ничего сложного считаю в этом нет и и плюс удовольствие от процесса так что вот такое мое мнение надо как-то да вот этот туман вокруг всего это особенно вокруг заточки это же но но это все заточники это их не как бы цвей не блин они правильно они этот дым и пускают чтобы люди как бы сами не пытались этим процессом заниматься они на этом зарабатывали что так вот ну что же принципе на все сказал всем удачного бритья удачных покупок на сайте бритва опасная счастлива